Утром 24 февраля 2022 года началась неспровоцированная военная агрессия путинской армии в Украине. Путин объявил о начале военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР. В СРФ атаковали военную и гражданскую инфраструктуру, объекты ПВО, аэродромы Украины. Во многих городах по всей стране мирные граждане проснулись от взрывов. В крупных городах России, несмотря на пандемийные запреты массовых мероприятий, на улицы вышли тысячи человек. Полиция хватала автозаки и везла в отделы всех подряд, кто вышли в центры Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода и других крупных городов. Одна студентка московского вуза бросила в сторону полицейских бутылку с зажигательной смесью. В этот вечер задержали более 2000 человек в 67 городах России. ОВД-инфо насчитало 1777 человек, но это не полные сведения, так как были задержанные, о которых некому было сообщить правозащитников. По данным ОВД-инфо, с 24 по 27 февраля на антивоенных протестах 5935 человек задержали более чем в 70 городах России. На акции протеста люди выходили ежедневно, вплоть до середины марта. 27 февраля мужчина врезался на машине с антивоенной, лозунгами заграждения на Пушкинской площади в Москве, а затем поджег машину. С 24 февраля по 6 марта задержали около 13 тысяч человек, более чем в 140 городах. Изначально участникам акций протеста в России грозили многотысячные штрафы и уголовные дела. Преследовали даже за антивоенные пикеты. 4 марта Госдума срочно ужесточила наказание за антивоенные акции. Сразу в трех чтениях приняла законопроект о поправках в Кодекс, об административных правонарушениях и в Уголовный Кодекс. Депутаты ввели ответственность за распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ, которые власти сочтут фейками и дискредитацией использования российских войск. Согласно тексту закона, такие действия предполагают штраф до полутора миллиона рублей и тюремное заключение до восьми лет. 6 марта утро в Петербурге для многих известных активистов и активисток началось с обысков. Примерно по 40 адресам нагрянули полицейские. Силовики опробовали новый инструмент давления на свободу слова и свободу собраний, придумав подозрения в телефонном терроризме. За всю весну до 50 активистов из Петербурга стали подозреваемые по двум делам о телефонном терроризме. Их обыскали и задержали на 48 часов, а потом отпустили. Связь активистов с лжеминированием не объясняется. А обвиняемых в обоих делах до сих пор нет. Многие из попавших в эти дела активисток и активистов покинули Россию. Тем не менее, митинги продолжались. У них не было лидеров и организующих структур. Люди были разрознены. Страх перед новыми законами уже для часа ареста выходивших ради людей делали митинги все менее массовыми. 13 марта на митинге против военной агрессии России в Украине в Москве люди вышли на Манежную площадь. В Санкт-Петербурге традиционно уже у метро гостиный двор. В Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Омске, Томске, Хабаровске на главных площадях везде прошли массовые задержания. В Хабаровске, по данным портала СОТО, задержано не менее 8 человек. В том числе за надписи «Нет войны на одежде» и за аплодисменты пикетчику с этим плакатом. В ряде мест речь шла об одиночных пикетах с плакатами. Точное число задержанных пока неизвестно. Согласно сведениям ОВД-Инфо, были задержаны более 172 человек в 20 городах. За первые три месяца войны властям удалось жестко подавить массовые уличные протесты. Но люди, зная, что их арестуют, все равно продолжали выходить в одиночные пикеты. Арестовывали людей с плакатами «Не убей», с семью звездочками и с чистым белым листом бумаги. Всего с 24 февраля по 9 мая в России в связи с антивоенными акциями задержали более 15 тысяч человек. «Не убей!» Внутри России также появились волонтерские инициативы помощи украинским беженцам. Учитывая то, что путь в Россию часто был единственным возможным для жителей захваченных городов, или городов, за которые продолжались бои, российские активисты, не поддерживающие агрессию против Украины, помогали украинским гражданам получить необходимую для них экстренную помощь в РФ и покинуть ее пределы. Только в одном волонтерском проекте «Помогаем уехать» помощь получили более 50 тысяч человек. «Не убей!» «Развязанная Путиным война мне отвратительна. Я буду говорить об этом вслух, находясь в России, какие бы законы не принимала Дума и с какими бы личными рисками это ни было связано». По законам о фейках и дискредитации устроили ряд показательных дел. Московский политик, муниципальный депутат Алексей Горинов осужден на 7,5 лет за антивоенную позицию. Политик Илья Яшин был сначала арестован на 15 суток за информацию о Буче, а потом осужден на 8,5 лет. А Валли назвал войну преступной. Он использует любую возможность, чтобы требовать ее прекращения. Людей преследуют и штрафуют за желто-синие цвета на одежде, за листовки. Александра Скочеленко заменила ценники в магазине на стикеры со сведениями о войне в Украине. За это ей грозит до 10 лет колонии. Всего за год возбуждено 5601, дело по статье о дискредитации армии. Количество фигурантов уголовных дел, заведенных за антивоенные акции – 420. Почти 20 тысяч задержанных с 24 по 23 января 2022 года. 220 физических лиц, организаций и объединений были признаны иноагентами за 11 месяцев войны. 570 информационных ресурсов заблокировал Роскомнадзор с марта по январь включительно в 2022 году. Также в России закрыли крупные либеральные СМИ, такие как «Эхо Москвы», «Дождь» и «Новую газету». Социальные сети, Инстаграм и Фейсбук признаны экстремистскими и запрещены. Многие изгнанные редакции открыли вещания за рубежом и активно используют Телеграм и Ютуб. В ответ на военную цензуру и возросшую пропаганду возникли новые свободные СМИ. В России запретили мемориал и ликвидировали Московскую и Хельсинскую группу, старейшие правозащитные организации. Начиная с марта, россияне, решившие бороться с режимом Путина, организовали воинские формирования, сражающиеся в Украине против российской армии. Легион «Свобода России» состоит из двух батальонов. Арестович заявлял, что десятки сражаются, сотни участвуют в тренировках, что кандидатов на вступление в батальон до 4000. И что за несколько дней в июне в Легион вступили 250 человек. Есть и другие национальные формирования – чеченские и бурятские батальоны. Многие граждане РФ воюют в рядах ВСУ. Столкнувшись с сопротивлением ВСУ, РФ стала перебрасывать в Украину все больше войск и военных грузов. Одним из ответов на это стало партизанское движение «Взрывы на рельсах». По данным The Insider, с марта по июнь 2022 года в России сошлись рельсов 63 товарных поезда. Некоторых партизан властям удалось схватить, некоторые убиты. Регулярно в СМИ появляются сообщения о поджогах и иного рода повреждения машин с Z-символикой. За год произошло 75 случаев поджогов военкоматов, после чего власти усилили их охрану. Несмотря на то, что РФ пытается сделать культуру своим оружием, многие звезды заняли антивоенную позицию. Части из них пришлось уехать. Из открытых оппозиционеров режиму остаются внутри страны Юрий Шевчук, заявивший на своем концерте, что... «Родина, друзья, это не жопа президента». И попавший за это под суд также Лия Хиджакова. «И все вранье, ложь, ложь, кругом ложь». Спектакль с ее участием убрали со сцен театров. Алексей Кортнев, его задержали на его же концерте в Новосибирске 17 февраля. «Мы категорически осуждаем военную агрессию со стороны РФ в отношении Украины». «Не партиз!» В школах вели уроки патриотизма, что вызвало сопротивление части родителей. За антивоенную позицию учеников и учителей стали преследовать. «Не партиз!» 29 сентября в России объявили частичную мобилизацию. И вновь люди вышли на улицу. В 39 российских городах на акциях протеста задержано более 1300 человек. Началась охота на мобилизуемых, так как многие из подлежащих мобилизаций любой ценой пытались ее избежать. Мобилизация вызвала резкий отток населения. В основном мужчин от 18 до 50 лет за границу. За 2022 год Россию покинуло по разным источникам от 1 миллиона до 700 тысяч человек. В основном уехали в Армению, Грузию, Казахстан и Турцию. За границей возникает самоорганизация. Беженцы первой волны помогают тем, кто вынужден бежать от мобилизации. «Не партиз!» Митинги в Дня России с октября немного изменили свой характер. Помимо требований КРФ убраться из Украины, во многих странах активизировались требования к правительствам своих стран обеспечить реальную помощь Украине. Дать танки, самолеты, ракеты большой дальности. Самая массовая демонстрация с требованием представить танки Украины прошла в январе 2023 года в Берлине. «Не партиз!» В октябре после диверсии на Керченском мосту путинская армия сменила тактику, и Украина подверглась массированному ракетному обстрелу, крупнейшему с начала конфликта. Снова погибли мирные жители, и 10 миллионов украинцев осталось без электричества. Чтобы не дать замерзнуть людям в Украине, активисты создали благотворительный проект по закупке генераторов «Вернем тепло и свет Украине». Пятую часть денег на генераторы для Украины перевели россияне. Было куплено и передано в Украину 354 тысячи генераторов на 355 миллионов долларов. «Мы очень надеемся, что эти печки поедут в Харьков и в Керсоз. Наиболее проблемные сейчас. Все проблемные, понятно, регионы. Мы очень надеемся, что мы там поможем». В январе Россия продолжала ежедневные ракетные обстрелы Украины. В один из них был разрушен жилой дом в Днепре. 46 погибших, в том числе дети, и около 80 ранены. В городе объявлено три дня траура. В городах РФ возникли стихийные памятники жертвам обстрела. Люди несли цветы к памятникам Леси Украинки и Тараса Шевченко. Прошла новая волна одиночных прикетов. Это далеко не все события антивоенного активизма, который позволяет нам формат нашего обзора. Не все имена достойных людей мы упомянули. Мы лишь обозначили основные тенденции и изобразили в цифрах интенсивность репрессий и положительных результатов гражданской деятельности, которая не прекращается, несмотря на все сложности и условия, создаваемые путинской властью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова